Насколько жаркий процесс, видно даже невооруженным глазом. Механизаторы одновременно на 10 комбайнов скурпулезный гектар за гектаром убирают озимую пшеницу, урожай которой в Краснокутском районе превзошел все ожидания. Местные аграрии первыми в области намолотили первые 100 тысяч тонн зерна. Будем с хлебом, с хорошим, качественным хлебом. Я думаю, что не только хлеб Краснокутского района, но и всего Левого берега, он отличается вот такими качественными показателями. И слава Саратовского калача, наверное, исторически идет с наших мест. Наибольший вклад в общую копилку внес фермер Виктор Кортель. Урожайность на его полях достигает до рекордных 45 центнеров с гектара. И это несмотря на то, что работают в крайне засушливой зоне рискованного земледелия. Секрет успеха в качественной технике, в квалифицированных кадрах и в том, что все сделали вовремя. Внесли удобрения, обработали посевы от сорняков и вредителей и четко следовали агрономическим правилам. Сам Виктор признается, перепробовал разные технологии, но остановился на традиционной. Мне была подсказка от отца. Отец, проработав 17 лет бригадиром, бригадой при колхозе. И он на своем настаивал, когда даже я полупаром занимался, он настаивал на том, что нужна зябь. Нужна зябь. То есть нас спасает глубокая вспашка. Так выглядит настоящее сельскохозяйственное золото. Результат труда всего коллектива. Такие стабильно высокие показатели дают возможность хозяйству получать и существенную государственную поддержку. Деньги оказались очень вовремя. Два с половиной миллиона. Это три больших бензовоза топлива. Поэтому безболезненно мы направили весеннюю. Господдержка. Я буду говорить так, что нас очень хорошо она выручила. Теперь выполняют свои обязательства перед государством. Вносят свой весомый вклад в общую продовольственную безопасность. Один за другим, груженный зерном Камазы, приезжают на Краснокутский элеватор. Ежедневно привозят сюда по тысяче тонн. Специалисты лаборатории даже вынуждены работать в две смены, чтобы принять весь урожай. Но не жалуются. Наоборот, рады, что вся пшеница продовольственная. Натура очень высокая. От 790 до 830. Даже некоторые хозяйства привозят. Стекловидность хорошая, потому что она не попала под дождь. Поврежденность клопом черепашкой маленькая, потому что тоже обработали вовремя. А еще высокое содержание белка и хорошая клейковина. Одним словом, по всем показателям стабильный третий класс. Это значит, что из этого зерна получится качественный хлеб. Наш Краснокутский район, в общем-то, сколько я здесь на элеваторе работаю, он всегда славился урожайностью. У нас валовый сбор был очень высокий. И сейчас мы не теряем марку. Те объемы урожая озимой пшеницы, которые отгрузили на элеватор, позволят фермерскому хозяйству Виктора Кортеля чувствовать себя спокойно и уверенно в экономическом плане. Ожидают. Цена на продовольственное зерно должна сложиться достойная. А значит, будут деньги не только на развитие сельхозпредприятия, но и на социальную помощь селам Краснокутского района. Екатерина Заграничная, Олег Бирюков, ТВ-центр Саратов.